Мы находимся в Больо-Сюрмео, очень симпатичный, очень дорогой городок, и мы пришли в вилла Керри Лос. Вилла Керри Лос в Больо-Сюрмео на юге Франции переносит вас в удивительный мир греческой старины. Построенная на скалистые оконечности Анского залива, вилла Керри Лос предлагает захватывающий вид на Средиземное море. Эта резиденция раскрывает все секреты своей истории и творчества. Небольшой уютный городок Больо-Сюрмео, что неподалеку от Ниццы, когда-то был древнегреческой колонией. В память об этих временах историк, археолог, а по совместительству богатый человек Теодор Рейнах в 1902-1908 годах построил виллу Керри Лос в древнегреческом стиле. Говорят, это точная копия разрушенного Элинского дома на острове Делос. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры подогнал «Симон» Вилла Кириллос стоит на небольшом мысе и очень живописно смотрится на фоне волн. Внешняя архитектура здания простая и изысканная. Прямые углы невысоких башен, идеально белые стены, контрастная деревянная отделка крыш. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вилла Кириллос Кириллос – это не буквальная копия виллы, которая действительно существовала бы в прошлом, и не музей. Это прежде всего семейный дом для Теодора, его жены и их шестерых детей, как объясняет мозаика в прихожей – петух, курица и их цыплята. Семья Рейнахов останавливалась там с 1906 года, всегда зимой. Высшее общество того времени посещало Лазурный берег только в течение этого времени года. Кириллос – имя, созданное из древнегреческого слова, означающего «морская ласточка», который поворачивается спиной к улице и смотрит на море. Незаметный вход и очень умеренные фасады контрастируют с роскошью интерьера. Все здесь имеет вид древнегреческой виллы – одностенных росписей, с вазами, мебели, сочетающей дерево и бронзу, вплоть до посуды и столовых приборов. Внутреннее убранство очень точно стилизовано и дополнено реальными древнегреческими артефактами – мозаиками, амфорами, скульптурами. При строительстве виллы использовались исключительно аутентичные для древней Греции материалы – камень и дерево. При этом в ней были проведены электричество, водопровод и канализация. Внимание привлекает великолепная отделка полов мозаичными панно в античном стиле и потолков деревянными кессонами. Внутреннее убранство ужеrendo для древней Греции или сухими грандика, pénщинки во двойной. Вновь sew и посуды Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теодор Рейнах просыпался очень рано и проводил утро в своей огромной библиотеке. Его полдень был посвящен семейной жизни – морским прогулкам, настольным играм, беседам. Хозяин дома принимал в своей древнегреческой винге некоторых знаменитостей – Гюставо Эфеля, трагическую актрису Сару Бернард и, возможно, также американскую танцовщицу Осидор Дункан и, конечно же, короля Греции Герго I. Кирилл Оз открыт для публики с 1967 года. Огромная библиотека высотой в полтора этажа наполнена старинными печатными книгами, рукописями, энциклопедиями, а освещает ее роскошная люстра, выполненная по образу люстры в одном из дворцов Стамбула. Санкт-Петербург Вообще, я думаю, что фильм имеет репортергой антиквисты. И он решил – дайте я построю HOUSE! Я не знаю, это было второе место, но... Да? Ахахаха. Ахахаха, это красиво! Кстати, это красиво! Это красиво! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Классно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...